Новые подробности о громком убийстве полицейского в Киеве. Жертва полковник полиции и замначальника одного из самых важных и закрытых департаментов оперативно-технических мероприятий. Что еще известно об этом убийстве и каким мог быть мотив преступников, выясняла Фируза Бегматова. Вдалеке от фронта, в тихом Киевском дворике, средь бела дня, произошло громкое убийство. Неизвестные дважды выстрелили в человека в машине. К авто сразу же сбежались жильцы. Убийца стрелял через спинку переднего сидения. То есть он был в салоне и, вероятнее всего, знал жертву. А вот погибший довольно высокопоставленный работник полиции с 20-летним стажем. Подполковник Дмитрий Глушак. И первая версия, которую озвучивают на месте преступления – разбой. Почему мы так квалификуем? Потому что нет за собой в связку, которые были у этого человека с собой до того, как в него стреляли. Но уже сегодня глава полиции Сергей Князев озвучивает и вторую версию. Убийство связано с службовыми обязанами, которые выполнил потерпел. Работал погибший в криминальной полиции в департаменте оперативно-технических мероприятий. Попросту говоря, технической разведки. Сотрудники этой службы устанавливают камеры тайного видеонаблюдения, жучки и прослушки. В СМИ появилась информация, что Глушак вел слежку в этом дворе. Но подтверждения этому нет. Да и его департамент наружным наблюдением не занимается. Но все же криминологи, к примеру, Анна Малер, как раз версию убийства из-за профессиональной деятельности считают основной. Это преступление она назвала знаковым, а признаки разбойного нападения, возможно, были лишь ширмой. Пару часов назад полиция задержала подозреваемого. Это граждан Украины, на жаль, пять раз засудженный за насильственные злочины, за корысловую насильственные злочины. Его мотив уже известен, но разглашать его до окончания следственных действий полиция отказывается. У погибшего Дмитрия Глушака остались жена и ребенок.